Здравствуйте, дорогие дончане! Сейчас я бы хотела обратиться к вам, чтобы развеять один из главных мифов, которым спекулируют киевские власти, запугивая наших единомышленников. Мы, люди, признавшие Донецкую Народную Республику, не стремимся и никого не призываем к расколу страны. Мы не ставим перед собой цели расчленения нашей Родины Украины. Наша основная цель – референдум. И мы благодарны России, ибо сейчас она стала единственной страной, которая поддерживает нас в нашем стремлении. И мы просим не путать эти вещи. Российские флаги символизируют нашу благодарность. Они не символизируют наш сепаратизм. Они не символизируют тот факт, что мы – россияне и хотим вернуться в Россию, забирая с собой кусок Украины. Нет. Все мы – простые рядовые люди, которые требуют от правительства всего лишь одного – референдума. Мы благодарны России за поддержку. И мы прекрасно понимаем, что Россия иначе поступить просто не могла. Исторически так сложилось, что мы очень тесно сплетены между собой, семьями, работами, религией и культурой. Однако при этом российские депутаты, дипломаты и прочие люди, представляющие Российскую Федерацию, не приезжают к нам, не выступают на наших трибунах и не призывают к кровопролитию, не призывают к войнам и не призывают к расколу и отсоединению. Я родилась в Харькове. Я изучала украинскую мову, украинскую культуру, украинскую литературу. Мы таки же сами, как все на Украине. Мы в ОГА, мы в Луганске, СБУ. Мы все обычные украинцы. Мы вышли не против нашей державы. Мы вышли не против Украины. Мы вышли против той влады, яка зараз в Каиле. И мы просим заметить, что несмотря на то, что нас называют террористами, мы не сделали ничего, чтобы ущемляло права других людей. Мы не сбиваем людей, которые говорят на других языках. Мы не унижаем ветеранов УПА. Мы не ставим депутатов партии Батьевщина на колени, чтобы они просили прощения у умерших беркутовцев. Наши депутаты и наши лидеры не выступают по телевидению, называя на всю страну жителей Западной Украины третьим сортом, маргиналами, быдлом и прочими-прочими очень приятными для нас названиями. Наши люди не ходят с автоматами по Донецку. Они не грабят банки. Они не нападают на частных предпринимателей и не заставляют их платить нам деньги. Мы совсем другие. Сейчас мы отстаиваем наши права и наши свободы. Мы просим референдума, на котором вы, народ, можете сами решать то, чего вы хотите для своих областей. Придите на избирательные участки, возьмите в руки бюллетень, посмотрите на его пункты и сами решите, чего вы хотите. Не хотите его заколнивать русский язык, значит, голосования большинства этого не будет. Пожелайте, чтобы мы освободили ОГА. Скажите нам об этом на референдуме. Придите и скажите. И мы отступим. Мы не идем на переговоры с властями, но мы послушаем вас. Мы послушаем людей, потому что только для этого мы и стоим. Мы и стоим для того, чтобы нам позволили наконец-то самим решать свою судьбу. Придите, проголосуйте, выскажите свое мнение. Также мы просим депутатов от партии регионов и коммунистов, которые на данном моменте находятся в Верховной Раде Украины в городе Киеве, приехать к нам. Вы нам нужны здесь. Поддержите нас. Будьте рядом со своим народом. Вы нам очень нужны. Покажите всему миру, что вы за нас. Пожалуйста. Мы будем этого очень ждать. Потому что сейчас мы стоим за нашей жизнью. Мы готовы умирать за нашу свободу. Не оставляйте своих людей. Не оставляйте свой народ. Поднимайтесь и помогайте нам. Делайте свой выбор. Продолжение следует...